Продолжение следует... 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 Для того, чтобы принимать такое количество туристов, я повторяю, почти удваивается наше население благодаря туристам, конечно, необходима соответствующая инфраструктура. И я скажу об этом сейчас, поскольку у нас есть 8 международных аэропортов, это 300 ежедневных рейсов, у нас порты для круизов и 86 тысяч номеров в гостиницах. Не следует забывать, что в Доминиканской республике было объявлено в 1978 году, было объявлено о том, что туризм для нас является национальной важнейшей отраслью. И в наших университетах созданы кафедры туризма, и производственная цепочка туризма от министра по туризму до людей, которые работают непосредственно с туристами, все получили соответствующее образование и подготовку в сфере туризма. Что касается решения задачи устойчивости в сфере туризма в нашей стране, которая насчитывает 48 тысяч квадратных километров, 11 миллионов жителей, мы принимаем более 10 миллионов туристов, как я уже сказал. Для нас честью является диверсификация направлений туризма, то есть не только чтобы это было солнце и пляж, и для нас важным является равноправное распределение богатства в стране. Мы видим, что туризм в Доминиканской республике в будущем будет основываться, во-первых, на понятии устойчивого туризма, то есть на создании определенного понимания во всей цепочке туризма, важности устойчивого развития туризма. И роль государства также очень важна в этой задаче, в этой задаче государства содействует развитию устойчивых полюсов туризма. И мы долгие годы развивали такие туристические пакеты, как All Inclusive, все включено. Туристы, конечно, прежде всего наслаждаются нашими пляжами, и мы постарались сориентировать это новое восприятие устойчивого туризма через следующие возможности. Во-первых, это налоговые льготы для новых проектов по туризму в формате солнца и пляж, но с соблюдением природоохранных норм. И очень важно также провести деконцентрацию наших туристических центров. И это также связано с устойчивым развитием наших сообществ местных. Речь идет о двух проектах в этом формате. Это, во-первых, новый центр МИЧЕС на севере острова. Большинство туристов в нашей стране сосредоточено в Пунта-Кана. Это восточная оконечность острова. И мы развиваем два полюса, очень важных, важных на севере и на юге острова. И здесь у нас важная цель создать услуги для более требовательных туристов, для тех туристов, которые ищут более экологичное направление. И здесь мы продвинулись в взаимодействии с местными хозяйствами. В частности, речь идет о снабжении гостиничных цепочек. Мы запланировали строительство более 40 строений, учитывая такие требования, как энергосберегающие технологии. И на юге острова у нас есть туристические центры, которые работают в взаимодействии ГПЧ, государственно-частного партнерства. И здесь предусмотрены не только туристические проекты, но и развитие важных объектов и инфраструктуры для развития южного региона острова, развития населенных пунктов в этой части острова, которые менее развиты. Провинция Педерналис, чтобы вы представляли себе, в ней 32 тысячи жителей. Это более 200 квадратных километров. Это наинизшая плотность населения в нашей стране. И здесь наибольшее количество заповедников и природоохраняемых зон. 1250 квадратных километров. Это национальный парк Харагуа, заповедник. И мы хотели бы рассредоточить туристическую деятельность, чтобы наносить минимальный ущерб природе. Кроме того, туризм в устойчивой форме для развития местных сообществ. Это также важное направление. С 2010 года мы работаем в этом направлении. И наше министерство планирования, туризма и профессионально-технического образования предусмотрели для наших туристических центров на пляжных зонах. Мы хотим диверсифицировать наш туризм с тем, чтобы рассматривалась возможность ознакомления туристов с культурным наследием страны. То есть мы хотели бы развивать туризм во внутренние районы страны, где раньше не было туристов. У нас есть инфраструктура аэропортов и есть в центре острова международные аэропорты, которые позволили бы обеспечить такое развитие внутренних районов. 49 новых проектов, которые затрагивают большое количество семей, более 200 тысяч жителей нашей страны работают в этих проектах. Предусмотрено также развитие традиционных зон туризма и новых зон. Должен также упомянуть о... помимо рассредоточения туристов с тем, чтобы они находились не только на пляжных районах, мы предусматриваем для крупных гостиничных сетей международных предлагаем им возможность увеличивать свои внешние инвестиции для создания новых рабочих мест для наших граждан. И когда мы развиваем коммунитарный или туризм местных сообществ, мы создаем возможность лучшего распределения богатства. Это своего рода малые предприятия, семейные предприятия, которые создают местные жители в сфере туризма. Итак, подводя итоги, мы хотели бы развивать и диверсифицировать нашу туристическую оферту, наши возможности для международного туризма не только в традиционных формах, а также для того, чтобы туристы знакомились с нашими горными районами, развивался бы сельский туризм, и в Доминиканской республике у нас в горах есть даже места, где температура опускается в определенные моменты до минус 8 градусов, 8 градусов мороза, и это, конечно, создает определенные интересные возможности для туризма. Также и, конечно, развитие городского туризма. Например, наша столица Санто-Доминго была колыбелью освоения американского континента, и из нашего порта выходили многие экспедиции, которые открывали новые земли и осваивали новые земли на континенте. И мы хотели бы подчеркнуть возможные для российских туристов, у которых мы отмечаем особую любознательность в сфере культурного наследия. Мы видим, что российские туристы не валяются все время на пляже или не остаются в отелях целый день. Они хотят познакомиться с местными жителями, узнать, познакомиться с наследием, культурным и прочим, монументальным. И мы хотели бы развивать в этом направлении возможности для российских туристов. Вот что, о чем я хотел сказать. Огромное спасибо еще раз за приглашение и за вашу инициативу. Продолжение следует...